Кто жаждет спасения, вечности, со Христом быть, он должен поверить, что Иисус умер за наши грехи, себя признать грешником. И тогда из этого Содома и Гамора лекой человек выйдет. Вы старовер. Мы православные, несем благую весть. Но вы старовер. Это наши корни. А староверы – другая вера. У вас далековато микрофон, наверное. Так, плоховато слышали. Просто я шо-то там говорю. Так, если у вас есть какие вопросы, касающиеся души, спасения, вечности, то вы можете задать. Почему Кирилл живет в шоколаде? Я не понял ничего. Почему патриарх Кирилл живет миллиардер? Я попрошу только одно, хоть не понимаю, чтобы не ругались никак. Нам это не надо. Мы пришли-то по-хорошему, ничего не ищем. Людям возвестить. А придет, не придет человек, это от него зависит. Это его выбор. Выбор быть с Богом или с дьяволом. Выбор-то на двое только. Без Бога, значит, вон. Патриарх Кирилл ворует миллиардер. Да мне зачем за это смотреть? Написано, каждый за себя даст отчет. А Соломона написано... Я все узнаю в Библии. Сначальствующий будет строгое взыскание. Кто узнать, что воровство? Ну ладно, да. Плохо. Плохо, конечно. Совсем не верите? Ну как, я верю? Ну а верите, что вот эту книгу Господь дал нам, как руководство к жизни вечной, что Христос Иисус умер за нас и воскрес, и придет судить этот мир, когда все воскреснут? Я верю в Бога, как в какое-то существо, не в конкретную какую-то личность. Понятно. То есть, Бог не личность, и молиться некому. Ну, не знаю насчет молитв. Ну а как, если у него никого нету, так никому и молиться, как Лев Толстой. В общем, сложная энергия какая, люди говорят, космические, но разные выдумки. Коллапс. Да, но вот я больше верю в космическую энергию. Ну ладно. А космическая энергия, вы знаете, что такое? Это дьявол, падший с неба. Это он себя так выдает за это. И дает поэтому экстрасенсам, колдунам знать. Но не говорит, что за этим знанием идет. Ну, написано в Библии все. Если не знаете, можете спросить. Мы для того с вами... Как вы объясните, вот Аллах это тот же Бог или нет? Нет, конечно. А, это другой, да? Ну, совершенно другой. Совершенно. Потому что другие заповеди. Если кто эту книгу давал, ну, я спрашиваю, ты знаешь, сколько тут сура, аят? Ничего не знают. Я говорю, сура, пятое, сорок седьмой аят и шестьдесят шестое. О чем говорят? На две с половиной... Главное правило одно. Слушать Бога, Его откровения и по Нему поступать. Но если... А кого слушать? Ну, смотрите, разница какая. Наш Бог и Его говорит. Всякий, кто посмотрит на женщину, в щелку там разницы нет. С вожделением. Подумал только, уже прелюбодействует. А там четыре. У нас это лютый разврат. А у них четыре, это норма. Четыре жены. Что говорить-то? Там духовного-то ничего нет. У нас речь идет о духовном рождении. Кому верить? Верить Иисусу Христу. Он говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. А почему именно Иисусу Христу, а не Аллату, верить? Ну, верьте. Никто не говорит, не верьте. Это я не говорил. Я говорю, мы должны знать, что... Которое я называю сура, аят там написано. Бог вам дал инжил. Инжил – это Евангелие. Это в этой книге написано. Сура 5, 47-й, 66-й аят. Я называю стихи. И там написано прямо. Я по ним поступаю. И там написано определенно. Послание к Галатам. Первая глава, 8-й, 9-й стих. Если кто придет к вам, ангел с неба, или мы, апостолы, и будет говорить не то, да будет она, проклятие ему. Тут мне не надо ничего выбирать. Проклятие. Кто бы это ни был, как бы он ни назывался. Ну, я не знаю. Про нас написано. Люди Писания нас называет. Вот эта книга, вот эта. Нас называют Люди Писания. А в то время Писания было только одно. Святая Библия. Другой не было. Ваш руководитель-то умер в 632 году. И мы знаем, в это время в библиотеке-то языческие книги были. Всех бы назвали Люди Писания. Но нас назвали Люди Писания. И поэтому, по этому Писанию мы открываем и считаем. Говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Я называю место, где это написано. Дальше. Евангелие от Яна, 5.39. Бог говорит нам, наш Бог всемогущий, Егова, говорит. Исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. О мне. И высших пророков, чем Христос, никто никогда не обещал нигде. Тогда надо пророка Даниила убрать. Он говорит, после меня других пророков не будет таких. И мы знаем, что пришел Леон Креститель, и все на этом. Хотя мы пророчествуем все. Скажите вопрос у меня к вам. Что вы делаете для социума, для окружающих вас людей? Ну, в первую очередь, я не теоретик. Я практик. И однажды изданный путь мой остался незапятнанным. Вот говорят, вы там, верующие, едите свинину, мы вообще мяса никакого не едим. Никакого. А пьяные все, мы в рот не берем ни пива, ни алкоголь, ни брашку. У нас ничего этого нет. У мы, наша община, у нас этого нет. Что делать? Любой вопрос. Доброе дело от злого можно отличить. Злое дело научить ребенка материться. Вот здесь заходят мусульманские ребятишки. Они так матерятся. Я говорю, у вас роду этого не было. Я знаю, южные народы, они посчитали старших, а они безобразно ведут себя. И взрослые, лет 30, матерят, первый раз меня видят матерят, а мне 81 год. Я вижу, что настоящих-то нет мусульман. Где-то они есть там, в Тунисе, в Саудовской Аравии. А которые местность у нас здесь, они пьют, непрерывно блудят, изменяют, едят свинину. Да какой же, ты в своей книге-то не знаешь, что тут написано. Ты прочитай ее хорошо. И тогда у нас с тобой будет, может быть, дружба. Была мастерская поездка, мы ночевали в Баку, в доме мулы. Мула это у них, как у нас, священник. Вот как. Вот допустим, смотрите, люди говорят, проблема. Вот только не уходите сразу, а то выключают. Я говорю, скажите, я не люблю это слово, я его убрал. А как? Нерешенные вопросы. В стране большая преступность. Правильная статистика говорит. Я говорю, а что ты сделал? А ты что сделал? Я за слово Божие сидел, пять тюрем прошел. У меня огромный опыт работы с заключенными. И я пошел помогать без денег. Местная тюрьма в Барнауле у нас, 3700 человек. Я помогаю заключенным. Если сидят мусульмане, мусульмане в тюрьме, я первым делом им помогаю. А почему? Да потому что он в чужой стране. Чтобы он не отчаялся, на себя руки не наложил. Чтобы он вышел человеком. Я даю литературу, книги, иду в прокуратуру ходатайству. Еще им не дадут там мыло, одежды где-то. И меня тюрьма знает. Меня допускают к ним. Дальше. Я вот конкретно делаю. 18 лет бесплатно работаю. А вот дети беспризорно. Беспризорно. А что ты сделал? И у нас написано, Яков, послание, 2 глава 18 стих. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу из дел моих. Мне Бог позволил, лагерь детский образовали. Я начальник. Я 48 лет веду детей. 48, почти полвека. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняли. А у меня откуда только не было. Конкретно. А, люди у нас неграмотные. Я иду в пяти университетах, преподаю. 13 школ. Во всех отделах милиции, воинских частях. Бог это делает через меня. Сколько людей отошло от преступления. Получили образование. Конкретно. Земля погибает. 31 тысяча в сел исчезли. А что ты сделал? Ничего. Мы получили статус. С нуля строим православную деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас женщины одеты как в два платка, как в хиджабе. Платье до полу. Ни одного аборта нету, ни одного развода. Это что? Это не просто так. Вы зайдите на наш ютуб, во свете Библии, Игнатий Лапкин. И вы увидите. Увидите. Что делаете? Что? Я христианин. Я должен делать, как мне мой Бог позволяет. И в этом вопросе, вот делание добра, у нас с мусульманами нет различия никакого. Они это понимают. У нас большая поездка была. Мы из Барнаула доехали. У меня 38 томов вышло, книг, тома. По 750. До Владивостока, потом до Лиссабона. И вот где мы дорогой молимся, а рядом работают мусульмане. Мы точно знаем. Они нас в обиду никогда не дадут. Они любят, когда люди молятся. Они говорят, у нас пятикратный намаз. Я говорю, у нас девятикратный. Семь раз в днем до утром вечера. Мы по сто поклонов. И мы молимся вместе. Они рядом молятся с нами. Нам делить нечего. У нас одно небо. Мы по Адаму родные братья. Адам и Ева. А уже спасение только во Христе. Потому что Он умер. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить великую радость, что Иисус умер за грехи людей. И зовет всех к покаянию. Он умер за наши грехи и воскрес. Был казнен на кресте. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать по-духовному. До спасения души. Вас не слышно. Микрофон далеко. Не слышно. Микрофон далеко. А вы уже известны, да? Вы к микрофону поближе, я прошу. Сделайте. Я говорю, вы известны. Где нахожусь я? Где нахожусь я? Нет, вы известный человек уже. А почему вы так думаете? В Ютубе я вас видел. А, в Ютубе. У нас большой канал. Действительно. 18 тысяч 100 роликов наших. Наших роликов наших. Так что мы можем поделиться этой радостью. А в скайпе вы меня легко найдете. Игнатий Лапкин и все. У нас посещаемость маленькая. Но просмотров 44 миллиона. Ну, отлично. Мы говорим, что надо обратиться, покаяться и жить по-божески. И тогда нам не надо будет и милиции под каждым окном. Для Бога жить надо. Открыто, честно. Я вот сейчас с одним разговаривал, юношей. А у нас другая книга. Я ему показываю. Может, вот это? Ну, да. Ну, а ты считал ее хоть раз? Нет. Две с половиной... 2500 человек у меня прошло, мусульман. И ни один не считал. Да какие же вы? Вы свою книгу не знаете? Я говорю, пятая сура. 47-й и 66-й аят. И что говорят? Они говорят о нас на христианах. Называют люди Писания. И нам дан инжил. Инжил Евангелия. И чтобы мы по нему жили, я и показываю. У меня вот Евангелие здесь. Я по нему и живу. У нас никто не пьет, не курит, ни абортов не делает, ни матерится. У нас этого нету. Даже вообще нету. Нам Бог дает высокую планку. Родиться свыше. Быть движим духом святым. Чтобы в вечности после смерти быть в раю, а не в аду. Вот если у вас есть, у юноши, может быть, есть вопрос какой, можете задать. Я постараюсь быть полезным для вас. Нету, да? Ну, через скайп вы меня найдете, Игнатий Лапкин. И там я могу скинуть вам материалы. Ну, с Богом. Счастливо. Умер и воскрес, и всех призывает к покаянию. Живых и мертвых. Потому что будет всеобщее воскресение. Для военных есть особая статья. Не убей. Не обижай. Определенно. Взявший меч, от меча погибнет. Кто в плен ведет, сам будет пленен. Видите, для вас тоже устав есть в Святой Библии. Мы православные христиане. Духовно сейчас беседовать не готовы. Я ныне готова это пока. Вы что-то заболели или что? Нет? Не, не заболели. Ну, какой-то вид у вас, как сегодня говорят, обкуренный такой. Вялый. Это работа. Это работа такая? Да, да, да. Сейчас работаю. Погибельная это работа. Она голая. Эта баба не скоро придет. И будешь сверхсрочно сидеть здесь. А? Назначение этой рулетки не для работы, а для блуда. Вот что здесь делается. Голые мужики валяются. Процентов 90 мусульмане. Здесь самое развратное. Я тоже мусульмане. Ну, так еще же. Ты должен искать того, что Бог повелел. И жить свято, чисто. Не сквернословить. Не могу Аллах это. Ну, и что? Вот это, наверное, книга. Читал ты ее? Не, мне вот такой книги не читали. Ну, ты прочитай, что написано. Это арабская книга. Ну, это ваша книга? Да, это мы. Ты ее прочитал хоть один раз? Так, добрый день. Вы эту книгу прочитали, я спрашиваю? Да. Да. Скажите, пожалуйста, сура пятая, 47-й и 66-й аят, о чем говорят? И все окончилось, никого нету.